Человечество может гордиться запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава SpaceX Илон Маск. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь, заявил Маск. Он уверен, что это станет первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией. После успешного запуска исполнительный директор госкорпорации Роскосмос, герой России Сергей Крикалев поздравил американских коллег. По его словам, это открывает новый этап в пилотируемой программе, мировой космической программе, программе МКС. Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе. В свою очередь, Илон Маск на брифинге после старта Crew Dragon сказал, батут работает. Он объяснил это шуткой для просвещенных. Это отсылка к словам бывшего вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который в 2014 году, после усиления санкций, предложил доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал в 22 часа 22 минуты по московскому времени субботы. На борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Его состыковка с МКС намечена на 17 часов 29 минут по московскому времени в воскресенье. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией и первым для США за почти 10 лет. Соединенные Штаты лишились возможности отправлять людей в космос в 2011 году, когда свой срок ослужил последний корабль серии Space Shuttle. Одним из его пилотов был астронавт НАСА Дуглас Херли, который и возглавил экипаж Crew Dragon. Своему новому кораблю астронавты дали имя Endeavor – стремление, прорыв. Именно так назывался Шаттл, на котором Херли и Бенкен совершили свой первый полет. Традиция давать имена зародилась в 60-х годах – первую пилотируемую программу США Меркурий. Crew Dragon состоит из герметичной капсулы для перевозки людей и отделяемого служебного модуля. В капсулу встроены маневровые двигатели Draco и двигатели Super Draco для аварийного спасения. Корабль способен перевозить на орбиту Земли до 7 человек. Специально для экипажа Crew Dragon разработали новый защитный костюм. Он значительно легче привычных комбинезонов, но предназначен для ношения только внутри корабля. Также Илон Маск сказал, «Этот корабль создан людьми для людей. Я думаю, человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни». Он отметил, что запуск Crew Dragon найдет отклик у тех, кто в душе исследователь, и признался, что его самого переполняют эмоции. Эта миссия, по словам Маска, стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. В то же время он отметил, что объявлять победу пока рано. Теперь перед SpaceX стоит задача – безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь. Основателя SpaceX также спросили, когда он ожидает полета вокруг Луны. И в ответ Маск заявил, что настроен оптимистичный. Я бы хотел, чтобы он состоялся через 2 года, но на деле это может произойти и через 4 года. Это событие, друзья, действительно очень важное для всего человечества. Ведь это первый частный запуск пилотируемой ракеты. Раньше это делали исключительно государства, а сейчас это сделал предприниматель. Илон Маск – обычный парень из Африки. Он действительно доказал всем, что невозможное возможно. И показал своим личным примером, что действия и вера в свои действия действительно приводят к ошеломляющему результату. Маск сказал перед стартом, что если все пойдет по плану, то команда SpaceX войдет в историю. А если не по плану, то отвечать он будет персонально. Человек просто рискнул всем. Он рискнул и выиграл. Этот человек действительно нам показал, что любой может победить любую систему. Так что, друзья, никогда в себе не сомневайтесь. Идите к своим целям, идите к своей мечте. Не слушайте никого, верьте в свои силы, верьте в свой успех. И он обязательно не заставит вас долго ждать. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на этот канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите под этим выпуском комментарий. Обязательно поделитесь этим выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.